Вслед за клещами на оренбуржцев набросились очередные кровопийца. Полчища комаров вышли на охоту гораздо раньше обычного срока. Массовый вылет комаров в Оренбурге пришелся аккуратно на День Победы. Всему виной погода. Резкое потепление привело к тому, что из укрытий вышли и кровопийцы, и собственные их жертвы. Правда, судя по жалобам, кусают комары выборочно. Не одолевают ни комары, ни кто? Нет, никто. Ну, вечером, может быть, да. Вчера мы приходили сюда отдыхать, позагорать, на пикничок приходили, и просто комары нам испортили весь вечер. Я вот сама с провинцией, и у нас травят их. Травили в этом году и в Оренбурге, причем пока кровососущие еще личинками были. Но этот способ, конечно, не панацея от гнуса. Бахлета красная. Любил бы я тебя, когда бы ни зной, ни пыль, ни комары, да мухи. Специалист Центра дезинфекции, энтомолог с 26-летним стажем Валерий Жирнов, как нельзя кстати вспоминать слова классика. Комары, как примета долгожданного лета, и ток паводка. Чем больше разлив, тем массовее плодятся и влупляются кровососы. В этом году, ну, как бы пронесло, что называется, было обещано много, но случилось совсем немного. Поэтому численность комаров будет невысокой. Но самое печальное, что я могу сообщить нашим телезрителям, комары будут в принципе. В связи с высокой температурой такое понятие, есть агрессивность комаров, когда они, так сказать, проявляют свой бурный аппетит. Поэтому вот в течение двух недель будет ощущаться вот этот вот некий дискомфорт. Так что назойливый писк скоро стихнет. Однако особо важные участки района все равно будут обрабатывать. Химическая война развернется в первую очередь в местах массового отдыха, детей. А всем остальным стоит запастись репеллентами и фумигаторами. Ничего более эффективного и безопасного против кровожадных насекомых человечество пока не придумало. Екатерина Платонова, Илья Схаялин. Наше время.